Здравствуйте! В эфире новости ТЫНДЫ в студии Ирина Ковальчук. Смотрите в нашем выпуске. Каникулы вместо карантина. Главное изобращение Владимира Путина к народу. За 60 тысяч рублей возможно лишение свободы на срок до 6 лет. Использование служебного положения – одно из распространенных правонарушений в столице БАМа. Открытое передвижение и выпас сельскохозяйственных животных по территории города запрещены. Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, принимают поздравления. 25 марта президент Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам о мерах по борьбе с коронавирусом. Он не только объявил следующую неделю нерабочий, но и решил отложить голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочие с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней, продолжат свою работу. Президент также объявил о переносе голосования по Конституции, назначенного на 22 апреля. Конкретной даты Путин не назвал, отметив, что решение будет принято с опорой на рекомендации специалистов и текущую ситуацию. Помимо этого, Владимир Владимирович объявил о социально-экономических мерах. Социальные пособия и льготы в ближайшие полгода продлят автоматически. Семьям с детьми, которым положен материнский капитал, ежемесячно будут выплачивать по 5000 рублей в течение трех месяцев на каждого ребенка до трех лет. Для тех, кто оказался на больничном, установят новую норму выплаты. Также увеличат пособия по безработице. Предприятиям среднего и малого бизнеса, оказавшимся в сложной ситуации, предоставят рассрочку по всем налоговым выплатам, кроме НДС. Уважаемые граждане России, все меры, которые принимают и еще будут приняты, сработают, дадут результат, если мы проявим сплоченность, понимание сложности текущей ситуации. Если государство, общество, граждане будут действовать вместе, если сделаем все, что зависит от каждого из нас, нам нужно помнить о своей личной ответственности за своих близких, за тех, кто живет рядом, кому нужна наша помощь и поддержка. По большому счету, именно в такой солидарности и заключается сила общества, надежность взаимовыручки, эффективность нашего ответа на тот вызов, с которым мы сталкиваемся. Незадолго до обращения президента в нашем городе, как и по всей стране, были приняты меры по борьбе с распространением коронавируса. Закрыты все культурно-досуговые учреждения, отменены спортивные соревнования и в этом году Тында не сможет избавиться от морозного времени года. Массовые гуляния, проводы зимы, назначенные на 28 марта, отменено. К тому же, с 26 марта в столице Бама начинается проверка соблюдения режима самоизоляции граждан прибывших из стран, неблагополучных по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. В студию новостей Тынды обратились граждане, проживающие в районе Водрема, 78. Два года подряд им приходится вести междоусобную войну соседам, который в целях улучшения своего здоровья решил завести небольшое домашнее хозяйство, а не совсем ароматные обстановки в нашем материале. Вальяжно гуляющие животные в центре нашего города уже никого не удивляют. Мы настолько к этому привыкли, что даже иногда скучаем по ним. Однако это не смешно. В частности, жителям поселка Водрем, где по улице Дружбы, можно сперва унюхать, затем услышать и просто увидеть небольшое домашнее хозяйство. Вот они, которые не пасутся, которых не выгоняют, которые сидят на месте, которые привязаны. Вон, все поуползало в стадо. Понятно, что разведение скота сопровождается не только дополнительными продуктами на столе, но и, простите, отходами. Зимой следы пребывания на территории животных скрывает снег. С наступлением весны картина резко меняется, и это становится причиной противостояния соседей. Мы друг друга все знаем, город маленький. Если бы, как говорится, сначала по-хорошему говорили, Паша, пожалуйста, Паша, ну вот так надо, Паша, ну чем тебе помочь, Паша, ну убери, Паша, не закламляй. Это он сейчас более-менее чуть-чуть еще в порядок привел, а тут вообще не подъехать, не заехать, ничего не было вообще. И поэтому, раз человек не понимает, значит, нужно принимать меры. Не устраивает полная антисанитария, не только запах, но и антисанитария, то есть это крысы, мыши, сточные воды, вы сами понимаете, если держишь такое хозяйство, это все как бы впитывается в землю, идет дождь, по земле сбегает все вниз, вверх, разносится ветром мусор по данным участкам, жилым участкам. Вот, и у нас, не только у меня, а у всех жителей, которые здесь живут, и в том числе из девятиэтажного дома, с детского сада Тендена, который находится в 150 метрах отсюда вниз по склону, вот, претензии к этому человеку. Еще надо обратить внимание на экологию, очень-очень важно. У нас здесь зона водозабора, я там не помню, но вот зона водозабора. А это значит, что все дождевые верхние воды, водостоки, отсюда идут куда? В речку, которой водой питается как минимум полтынды, и в том числе новая таежка. Понимаете, это очень важно. Здесь же и мало того, что нечистоты, здесь еще и химикаты. Хозяин подворья не согласен с соседями. Он уверен, что не нарушает никаких правовых и санитарных норм и разводит коз исключительно для собственного потребления по состоянию здоровья. Почему мы завели эти козы? Потому что, ну, как бы, посмотрели в интернете, что это непростые козы. Значит, многие козы из-за границы пришли, то есть они имеют международный сертификат АТГЭ. Мы сразу, когда они приехали сюда, мы поставили их на ветеринарный учет. То есть каждые полгода происходит забор крови. Ну, то есть вы можете всего ветеринара, как бы, спросить. К инициативной группе присоединились и другие жители окрестных домов, а также сотрудники детского сада Туньденок. Были написаны письма в администрацию города Тында, Россельхознадзор, Центр гигиены и эпидемиологии, Туньденскую районную станцию по борьбе с болезнями животных. На сегодняшний день обратились в прокуратуру, собрали по всем инстанциям документы, сделали запросы, получили ответы. Обратились в прокуратуру, прокуратура передала все муниципалитет, чтобы муниципалитет разобрался по этому вопросу. Ответа от администрации ждет и хозяин 20 коз. По его словам, до 1 апреля должен решиться вопрос о предоставлении территории для выпаса мелкого рогатого скота. Мы написали ему муниципалитет, но пока ответа еще как бы не получится. Согласно пунктам 291 и 292 правил обустройства территории города Тынды, открытое передвижение и выпас сельскохозяйственных животных на территории города запрещены. Но парнокопытных нужно кормить. Вот они и гуляют вокруг дома, иногда даже чуть дальше. С проверкой к начинающему фермеру приезжал сотрудник Россельхознадзора, однако на территорию попасть не смог, так как ему воспрепятствовал хозяин. При повторном выезде уже с сотрудником полиции гражданин Цымашко также оказал неповиновение. По данному факту составлен протокол и направлен в Теннисский городской судебный участок номер один. Ведется рассмотрение. Уже прошел почти месяц, сдвигов никаких нет. Скоро весна, опять это все поплывет, запахнет и так далее и тому подобное. Остается только ждать весны и решения данной проблемы. Ивана Петров, Евгений Пилипенко, Новости Тынды. Тындинская городская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении главного бухгалтера одной из школ Тынды за присвоение денежных средств. Исполняющий обязанности тындинского городского прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней жительницы нашего города. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ в присвоении, то есть хищении чужого имущества, совершенной лицом с использованием своего служебного положения. По версии следствия, с марта по сентябрь 2018 года главный бухгалтер одной из тындинских школ направляла заявки о начислении ей заработной платы, превышающей фактическую. Действуя таким образом, женщина присвоила себе более 60 тысяч рублей. В ходе расследования ущерб, причиненный школе, полностью возмещен. По существу уголовное дело рассмотрит тындинский районный суд. В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, за совершение указанного преступления суд может назначить наказание в виде лишения права занимать определенной должности на срок до 5 лет, либо штраф от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом менее 10 тысяч рублей. В честь 75-летия Победы 1945 года ветераны-труженики тыла, награжденные медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне, в свой день рождения принимают поздравления от руководства. От мэра города тоже поздравления. Ваш замечательный юбилей, повод еще раз поблагодарить вас, участника Трудового фронта, за мужество, за волю, за личный вклад в Великую Победу. 20 марта Бронникова Анна Михайловна отметила свой 95-й день рождения. В годы войны она работала в совхозе разнорабочей и помогала пасти скот. После пошла учиться на медсестру, затем поступила в сельхозтехникум на агронома поливода. Всю жизнь она работала в колхозе агрономом, откуда и ушла на пенсию. В 1975 году приехала на БАМ, где работала на автобазе 300 тындо-транстрой-заправщицей. Неделю спустя, 26 марта, одногодка Анны Михайловны Канталева Дарья Афанасьевна также отмечала свой юбилей. Она родилась в многодетной семье в селе Никольской Воронежской области. В 1939 году переехала на Дальний Восток. В годы войны работала в совхозе сперва разнорабочей, а с 1942 года перешла в трактористке. В 1947 году вышла замуж, родила шестерых детей, имеет медали материнской славы первой и второй степеней. В день рождения Анну Михайловну и Дарью Афанасьевну поздравила первый заместитель главы администрации города Тынды по стратегическому планированию экономики и финансам Щекалева Виктория Геннадьевна. И грядущим поколениям желаю вам здоровья, бодрости духа и благополучия. Это от Сутина. Поздравления от мэра города Тында, губернатора Амурской области и президента Российской Федерации прозвучали в честь Анны Михайловны и Дарьи Афанасьевны в их 95-й день рождения. В продолжение темы юбилеев. В городской библиотеке в начале марта прошел творческий вечер Ивана Шестака, посвященный 80-летию. Почетного жителя Тынды, журналиста, поэта, драматурга и публициста пришли поздравить его друзья и коллеги. Артисты Тыненского драматического театра подготовили музыкальное представление «Слышишь время, гудит Иван». А барды Иван Кириленко, Владимир Лысенко и воспитанники детской музыкальной школы подарили юбиляру и всем гостям свои музыкальные поздравления. Пусть в душе останется тревога, мне ее не хочется лечить. Любить сердцу бесконечно одиноко, если больше нетого любить. От имени майора Марины Михайловой Ивана Шестака поздравил заместитель главы администрации Владимир Плюхин. Вы, как человек творческий, это оставляете в книгах. Книга будет жить вечно. Поэтому вам здоровья, удачи и долгих лет с жизнью. Спасибо. Ну и чтобы костюмчик сидел, здесь небольшой для нас, от нас подарочек, да, чтобы, как было сказано в новостях, чтобы вы могли прокатиться куда-нибудь отдохнуть. Спасибо. Но отдых мне дороже. 15 февраля в Молодежно-досуговом центре «Гармония» состоялось открытие класса для обучения пенсионеров компьютерной грамотности. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 51 474. После организационного собрания тыницы преклонного возраста, желающие научиться работать на компьютере, были распределены на три группы. В течение месяца директор центра Оксана Гурова проводила занятия для 17 человек, на которых пенсионеры познавали азы общения с умной машиной, включение-выключение компьютера, работа с мышкой, клавиатурой, выход в интернет. Пройдя курс начинающего пользователя, пожилые люди поделились своими впечатлениями. Чему нас учили, мы всему научились. И огромная благодарность Оксане Николаевне. Очень хорошо все поясняет, разъясняет. Мы благодарны. И огромная благодарность, что организовали для пенсионеров такие курсы. Тексты набирать в интернет, заходить. И какие вам сайты сейчас известны? Где вы там были? Про собак. Занятия для второй группы начнутся в апреле текущего года. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 51 474. В Хабаровске прошел межрегиональный конкурс «Фестиваль исполнителей на духовых и ударных инструментах имени Должикова». Воспитанницы Тынинской детской музыкальной школы вернулись оттуда не с пустыми руками. Хабаровское мероприятие – это лишь отборочный тур. По условиям конкурса только один представитель каждой номинации, а именно лауреат первой степени, может пройти в финал и продолжить свое участие в международном конкурсе. Тында богата талантами в Хабаровск направили лучших. Участницы десятков концертов, победители многих конкурсов, лауреаты межзональных и всероссийских фестивалей – Валерия Прокопенко и Снежана Джоджишвили. Они смогли очень достойно представить наш город в номинации «Народные духовые инструменты – свирель». У нас свирель – это редкий инструмент, его в принципе мало в России, кто на нем играет, в принципе в мире. В Хабаровске там был отборочный тур на конкурс в Москве имени Должикова. Было 17 площадок, ближайшая к нам – это Хабаровск. Тот, кто занимает лауреаты первой степени, может поехать в Москву. Я участвовала в всероссийских зональных конкурсах, межрегиональных, получила гран-при, получила первого лауреата и также участвовала в конкурсах в Курске дистанционно. В связи с эпидеми-ситуацией в стране финал международного конкурса перенесли на начало июня. Возможно, это и к лучшему. Мы уверены, что стараниями преподавателя Марии Игнатовой Валерия, которая уже в списках участников конкурса, оставит бамовский отпечаток в летописи имени Должикова. С 18 по 22 марта в поселке Агинском Забайкальского края прошло первенство Дальневосточного федерального округа по настольному теннису среди юношей и девушек 2005 года рождения и моложе. В последние годы наши девочки выступают за сборную Амурской области в разных возрастных категориях. В этот раз в команду региона вошли теннисистки Центра детского творчества Вульва Чалина и Давыдова Анастасия. В командных играх наши девочки уступили Хабаровскому краю, но затем обыграли сборную Сахалинской области и хозяек теннисисток Забайкальского края. В итоге заняли пятое командное место из девяти команд Дальневосточного федерального округа. В личном зачете обе наши девочки попали в первый финал из 32 спортсменок. Лучшего результата добилась Алина. Она вошла в десятку сильнейших теннисисток Дальнего Востока до 16 лет, заняв личное восьмое место. Поздравляем наших девочек с успешным выступлением на отборочных играх финала Первенства России. На этом наш выпуск завершен. Далее с новостями спорта вас ознакомит Лариса Шатревич. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова